Когда происходит воздействие на нашу лимбическую систему, ну или говоря христианским языком, на нашу вот эту греховную плоть, плотскую природу, чтобы ты совершал вещи, о которых потом будешь жалеть, но это же потом. Вот посмотрите, послание Иакова, 1 глава, 14 стих, знаменитые слова, где апостол предупреждает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, потому что мы всегда склонны винить во всех наших бедах или проблемах внешние обстоятельства. Это вот жена, ты мне дал ее, я пришел с работы, усталый, не слушал, что она говорила, не смотрел, чем кормила. А ты жена, а я тоже не виновата, ты знаешь, мы женщины, у нас большой словарный запас, муж на работе, поговорить не с кем, тут змея. Начался диалог, я ей не заметила, как не то началось. И вот, знаете, мы начинаем оправдываться. Все время что-то, это ситуация, это транспорт, человек все время опаздывает, это транспорт. Такое чувство, что мы в разных городах живем. У одних все время транспорт, а другие как-то вот в этом же городе умудряются успевать. Дух Святой, видимо, помогает, не знаю, как это происходит. Но вот важно, то, что пишет Иаков, но каждый, смотрите, обольщается собственной похотью. Обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Видите, искушение возникает вот в этих наших примитивных желаниях лимбической системы. «Хочу, хочу», потому что префронтальная кора тоже может рождать желание, но это желание высшего порядка. Желание, которое не просто зависит от этого момента, которое имеет перспективу в будущем. И поэтому, дорогие, как правило, искушение строится по одной и той же схеме. Оскушение – это выбор между тем, что приятно сейчас, сейчас приносит удовольствие, но в будущем тебе принесет немало проблем. Или тем, что сейчас непросто, трудно, сложно, долго, но в будущем принесет тебе благословение. Вот темы про молитву созерцания, то молитва созерцания – это выезд на несколько дней. Они малопопулярны, потому что это надо несколько дней сидеть. И у нас там много молитвенных часов, когда ты сидишь и молчишь. Для многих это невероятные усилия. И ты сидишь, и за дня в день, да, Господи, это же долго, да, это как-то, ну, вот, ну, трудно. Ну, я понимаю, это важно, Бог дал нашему пастору откровение, ну, как-нибудь в другой раз. А вот, что популярно, собрание, помазание, каждый придет, за него помолится, возложит рукой, и у него чудо наступит. И познает Господа, просто невероятно познает Господа. И люди бегают за этими собраниями, бегают за всевозможными помазаниями, там, поймая огонь, не успел поймать вторая конференция, да лови его, кто не успел его, кто не успел его поймать. И вот видите, что делает наша плоть? Она все коверкает, она делает так, что происходит в искушениях. Плохое, оно словно становится для нас хорошим. Почему? Ведь сейчас удовольствие, ведь сейчас-то ведь приятно. А хорошее, наоборот, словно делается плохим, потому что, ну, это же ведь сложно. Это долго, это еще когда, 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 когда. И поэтому, когда ты вот лежишь, и у тебя выбор есть, да, вот, например, пойти с супругой погулять час-полтора, погулять в лесу, там, походить где-то, или, еще усложним, куда-нибудь там в спортзал пойти, там, на тренажерах побегать, или железо поподнимать. Ну, ты думаешь, ой, 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 это, конечно, мне принесет удовольствие, когда в будущем, к лету я, наверное, вот, выйду на пляж без живота. Это будет приятно. Но, когда еще это будет? И сколько нужно мне будет пропотеть на этих прогулках или в этом спортзале? А-а-а! И тут же лимбическая система. А можно сразу, а можно быстро. Гомера, получить удовольствие, не надо ждать даже до лета. Включай сериальчик такой прикольный, юморной, накупи чипсов, накупи Кока-Колу, будешь есть чипсы, запивать Кока-Колу, хорошо будет и приятно, и не надо долго ждать. И самое главное, легко. Не нужно в спортзале потеть. Ну и что, что, потом к лету еще больше будет у тебя животик? Ну это же будет когда, это проблема будущего Гомера. Сейчас-то тебе будет классно. Сейчас-то тебе будет хорошо. Видите, вот этот выбор, искушение. И вот этот тортик, да, когда ты понимаешь, что у тебя уже из-за тортиков уже штаны не сходятся. Надо новые штаны покупать. Ну зато это же сейчас, это же, это же, это же вот сладенько, сладенько. С тем же алкоголем. Ты понимаешь, что алкоголь, болячки от этого алкоголя. От алкоголя депрессия, да, он же депрессант. Алкоголь приводит к проблемам. Ну зато сейчас ты выпьешь так, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, и как-то с вами полегче. Ну, на пару часиков, ну на вечерок, как-то полегче. И ты как бы об этом как бы не думаешь. Как это будет? Или, когда искушение блудом, да, это же удовольствие, уж прямо сейчас вот как-то ситуация, корпоративчик, как-то вот все как-то вот завертелось, закружилось. Что потом будет больно, потом будет стыдно, потом это тебе принесет столько проблем, но это, пойми, это надо префронтальную кору включить. Лучше на лимбической системе, зато сейчас все будет классно. Бог есть любовь. И вот, к сожалению, многие и падают в искушениях, вот под этим влиянием, под этим влиянием плоти. Есть один из самых, наверное, знаменитых, таких классических экспериментов. Зефирный эксперимент, который проходил в 60-е годы в Стэнфордском университете. Там группа ученых под руководством такого психолога Уолтера Мишеля. Уолтер Мишель проводил этот эксперимент. Он был очень простой, даже как-то на одном из собраний о нем рассказывал, когда детям предлагали зефиринку на блюде с одним условием. Ты можешь эту зефиринку съесть прямо сейчас, либо подождать 15 минут и получишь две зефиринки. А для ребенка маленького 15 минут – это целая вечность. И когда ребенок оставался в этом помещении один на один с зефиринкой на тарелочке, а исследователи все уходили, и он смотрел, то большая часть решили – нет, надо жить сейчас. Там через 15 минут еще неизвестно, что будет, доживу ли я эти 15 минут. Вот, а это сейчас. И они съедали зефиринку. И этот эксперимент, он проводился, это была целая серия экспериментов, потому что за этими детьми потом следили в будущем на их успеваемость в школе, в университетах, на их будущие профессии, на то, как они успешны. И оказалось, что те люди, которые в детстве предпочитали дождаться, 15 минут подождать, чтобы получить вторую зефиринку, они в жизни были более успешными, потому что они были более целеустремленными. Те, кто съедал сейчас, у них таких результатов не было. И видите, вот под влиянием нашей плоти, или говоря научным языком, нашей лимбической системе, мы выбираем приятное зло, которое нас в будущем либо разрушит, либо массу проблем нам принесет. Вот таким образом тьма нас обманывает. Потому что, конечно же, мы вроде бы и понимаем, что наступит расплата, но потом, потом, а мы живем сейчас, живем сейчас. Это очень легко увидеть, например, той же самой еды. Ведь долгое время люди не имели такого изобилия еды, которая есть сейчас. Чтобы поесть там мясо, нужно было нормально так побегать, нормально потрудиться. Еды было мало, она была редкой. И поэтому, безусловно, вот наш организм, он настроен, вот видишь еду, а особенно калорийную еду, ну надо, конечно, есть, потому что когда еще? А вдруг? Время сегодня изменилось. Благодаря нашей вот этой префронтальной коре, мы много чего понасооружали на этой земле. И сегодня можно зайти там в любой супермаркет продуктовый, и там полки ломятся от еды. Просто изобильной еды. Более того, сегодня люди научились делать супер-мега-калорийную еду, когда в одной маленькой сладости намного больше калорий, чем в любом фрукте. И наш организм, он же хочет, о, это же калорийное, тут же много калорий, это же хорошо, да, вот, как бы еще с тех времен, когда мы еще поедим, сегодня дефицита еды уже нет. Сегодня нет уже такой проблемы, как... Конечно, есть страны, где до сих пор голодают, но, слава Богу, мы не живем в такой стране. Я даже вот недавно посмотрел статистику, по статистике сегодня до сих пор остается около 870 миллионов голодающих в мире. При этом людей с избыточным весом 1 миллиард 760 миллионов. А людей, которые страдают, то есть у них болезнь, страдают от ожирения 857 миллионов. То есть, видите, людей с избыточным весом и страдающих от ожирения сегодня намного больше, намного больше. Но, тем не менее, все равно мы приходим в магазин, и чего хочет наш организм? Сладенькое. Печенюшек хочет. Они же такие вкусненькие, да? Вот не то, что ты пришел, ой, я пришел за яблочками. Нет, пришел за печенюшками, пришел тортик купить, пирожок, булочку, вот эти так называемые калорийные бомбы. И ты понимаешь, что там уже столько взорвалось этих бомб. Ты думаешь, а ничего. Вот потом как-нибудь я обязательно, я уже и билет в спортзал себе заказал, и как займусь, как и займусь. Но сейчас такое время трудное. У нас все время что-то трудное. Какое-то трудное время, какая-то трудная ситуация, тяжелые обстоятельства. Вот сейчас время непростое, время трудное. Поэтому как-то вот побалую себя. Побалую. Вот эта вот борьба внутри происходит. Плоти и духа. Префронтальная коры, которая говорит, нет, не надо, не надо. И лимбика, которая говорит, давай, давай, хочу, 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 хочу. Так и происходит, дорогие. И то же самое, если сегодня еда суперкалорийная, то сегодня всевозможные развлечения, они суперэмоциональные. Ну, какая наша жизнь по эмоциям, по накалу может сравниться с современными блокбастерами или современными компьютерными играми или с сериалами этими супердлиннющими. Не сравнится наша жизнь. Там столько людей эмоций переживают. А-а-а-а. И поэтому сегодня много людей предпочитают не жить, а наблюдать за чужой жизнью. Потому что, ну, вот моя жизнь. Конечно, я могу жизнь сделать свою поинтереснее. Но это же сложно. Это долго. Да, это будет моя жизнь. Это принесет мне благословение. Но когда еще принесет? А сколько мне перед этим надо будет попотеть? Вот, например, в семейной жизни, да? Сколько нужно потрудиться, чтобы твои отношения реально соответствовали одной плоти, как написано в Священном Писании? Это же трудно, это же тяжело, это же нужно что-то делать. Нужно вот общаться, гулять, совместно время проводить. А это что-то требует от нас творчества, каких-то мыслей. А вот лучше сел за компьютер, врубил игру, и пропадите вы пропадом все. И жена вечно недовольная, и дети вечно что-то просящие. А я ушел в другой мир. И я там живу в другом мире. И вот эта лимбическая система, она кайфует. Да давай! Ну и что, что у тебя жизнь в трубу улетит? Тут ничего не произойдет интересного. А зато кайфа много, радости много, удовольствия у тебя много. Потому что вот все эти скучные слова «спорт», «труд», «правильное питание» – это требует от нас длительных усилий, постоянного труда. Ага, и нету моментальной отдачи в виде приятных ощущений. Нету. Конечно же, мы понимаем, да, это нам принесет пользу. Но когда-то в будущем принесет пользу. А сейчас этот труд, этот спорт только нас отрывает от приятных, быстрых удовольствий, от этого приятного, быстрого наслаждения. Наша плоть никогда не мыслит в долгосрочной перспективе. Она только живет вот только сейчас, только сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова